Игнать Технович, я знаю, что вы очень осторожный, и вы после 9 часов, или когда солнце сядет, вы уже не открываете никому дверь. Почему? Почему? В первую очередь, я дома, а гость, который приходит ко мне, и он задержался бы здесь, он домой придет уже в потемках. Второе, если я у кого-то, а я редко хожу в гости, редко-редко, бывает в год одно, может, а то и этого нет. Зачем? У меня все есть. Ко мне они пусть приходят. И вот теперь, почему? Темнота. Вот у меня один задержался, Алексей Егорович Матюшин. Я говорю, ты, Алексей, задержался здесь, не ходи домой. Да ничего не будет. А меня упрекает всегда, вот вы боитесь, то другое. Ну, я боюсь, действительно, я боюсь. И ты у меня был из-за меня, и ко мне кто ходит, а у нас линия, прям рядом, ну, метров 30 от меня проходит, прям рядом, железнодорожная линия, грузовые поезда. И спитопор с той, с другой стороны, именно напротив меня они останавливаются. Пока там другое пойдет, там где пассажирские идут. Я каждому выдавал книжечку маленькую. Распишись, что ты никогда под поезд перелазить не будешь. Я там жил, пока как раз совсем человек уже зарезало. Намотало, там одни тряпки только висят. Ты можешь обойти его вокруг, с той стороны или с этой. Ты можешь ждать вариант, когда уйдет поезд. Видя зеленый свет, говорит, значит, скоро пойдет. Или найти, бывает, переходной мостик, так, сзади у вагона, у грузового. Перешел, спустился и все. Если он нарушил это, я его к себе больше не пущу. Вот говорят, я там суровый, там это жестокий. Меня это ни грамма не трогает. Пустое это. Я делаю то, что считаю лучшим. Ты остался живой, живой. Вот у нас женщина вышла на мастерство и полезла. А он дернул, она зацепилась туда-сюда и ногу чуть не под самый пах отрезала. А ей лет 30, наверное. И так теперь на одной ноге. Это сказать страшно. Я около семи человек зарезал, около меня только. В разное время. Поэтому сиди дома и не вылазь. Пошел, определенные порядки. Алексей пошел. Его долго нету. К обеду появляется. Вы знаете, что вчера было? Меня остановили трое с ножами. Раздевайся. Я разделся. Ну что, пореши. Вот он увидел нас. Я плакать начал. Говорите, у меня там ребятишки-то трое, кажется. И один говорит, да ладно, оставь его. Ну что, запомнили, что не делай. Еще он расскажет. Никому не скажешь. Да нет, я и не вижу-то вас. Говорит, слезы текут. Ну, у него яблоки, кажется, у меня взял. Яблоки вытащил маленько. Яблоком, кажется, ударили его и пошли. Я говорю, я тебе говорил не ходить? Зачем ты пошел? У меня хороший комендант-смотритель была здесь. Комендант, вот где я нахожусь сейчас. Смотреть за двумя зданиями и прочее. Егоренка Надежда Павловна. Она, видимо, полутатарка была, Торбеева фамилия ее девища. Она у меня побыла вечером уже после службы и домой. Я говорю, не ходи, Надежда Павловна, оставайся здесь. Да нет, да домой, а два сына милиционерами. Да ну, что тебя будут встречать там это? Не ходи. Да нет, я уж пойду. Я говорю, вот кровать свободная. Ложись, отдыхай. Утром встала, и в одном дворе находится церковь. Она пошла, и на остановке упала. Упала так, сломала, кажется, руку, и сразу начался у ней рак. Прямо сразу. Как это от удара, я не знаю, не врач. Ну, пах тот, что. И дальше уже, что дальше было? Зачем я пошла? Да меня же он останавливал. Да я не послушалась. Да что же я наделала? А теперь она работея такая, поручения все выполняет. Слушаться надо. И она отошла. Вот как Господь делает. Я ее просил, когда пройдешь всем этажством на сороковой день, поклонишься Христу, Божьей Матери, найди там Николу Чудотворца. Попроси его, чтобы мне маленькое золотишко подкинул-то. Мне книгу выкупать не на что. Так меня спрашивают уже 39 дней. Да что, известно. Она причащалась, исповедовалась, соборовалась. Она хорошая. Вот о ней я даже грамма не сомневаюсь, что она в раю. Ничего нету. Первая книга моя. И утром рано там звонить. Я могу сейчас не так где-то сказать, но сколько часов. Хоть что-то известно. Ничего. Да как же так? Да как же ей наказывали? А я перед смертью еще раз видел, ты помнишь? Помню. Помню. Она мне говорит. Помню. К обеду в зверь стучит. Заходит высокий мужчина. Так. Вы нуждаетесь в деньгах. Да. Я вам дам деньги. А в руке сахвояжек у него. Дам деньги под одним только условием. Чтобы никто не знал, что я у вас был. А он на ферме какой-то. Их там несколько. И видать, он не хочет отношения портить. Потому что там люди православные. Они против меня. Ну, так вот, все это. Ну, я говорю, хорошо. И все. На утро я, сказать, в этот день, может быть, даже с деньгами. Он отсчитал, сколько надо. Большая сумма. Я первые стихи мои выкупил. Церковь, свобода, тюрьма. Название книги. Вот какие дела. Надо верить и в загробную жизнь, и в настоящую. И здесь, если случится потеря, не считать ее невосполнимой. Господь еще ближе к вам будет сказать. А там вы не поможете. Вам нужно сейчас свое здоровье беречь. А оно нужно для воспитания детей. Потому что там будет и непослушание, увлечение, улицы. Да дети. Они будут расти. Вот они вот у нас получат заряд хороший, скажем, в этом вопросе. Скажи ему, я 48 лет, уже в ином формате принимаю детей. Вот такая, брат, история. Поучительная. Ну вот, Игнать Тихонович, правда ли, что если там к вам придет кто-то, когда уже темно, и вы ему дверь не откроете? Да. Вот я было дело такое. Сильно простудился. Надежда вышла. Кто стучит-то? А там женщина одна. Я пришла. Я знаю, что Игнатью нужна капуста там или что-то такое. Я спрошу его. Опять она на второй этаж. Там у нас двухэтажный был домик. Ну, там несколько, пять хозяев. Нижний этаж только спускаться. Это не наше было. Игнатьев сказал, не надо. Она, я такую даль шла, пришла уже по темно. Ну, это я же всем объявлял. У меня правило такое. Я не открываю никому. Ну, мое правило. Могу я сам для себя испытать. Я вас не звал. Если бы гость приехал откуда-то, брат, тогда вопрос другой бы. Я вас мало знаю. Да я одна. Вы что боитесь? Боюсь, и все. И она ушла, разобиделась. Там сколько времени. А другой раз днем. Стучится. Жара такая, солнце светит. Стучится. А нам ваша бабушка нужна на пирожки. Тут пекла, продавала. Ну, откройте. Еще вы не открываете. Часов 12 дня. Да я одна, никого нет. Я зашел потихоньку кверху, смотрю. Рядом три, кажется, мужика стоят. Здоровые мужики. Никого нету? Я открою. С чего ради я открою? Я открою. Библии, которые смеялись надо мной, они погибли. Вот этот остец Григорий Яковлев, которому Кришнаид голову отрезал-то и бросил на престол в Туре. Яковлев, кажется, 2000 год, 2002 был. Яковлев, Геннадий Михайлович, до принятия сана и монашества. Он, Игнатий, боится, прямо открыть, вот пришел там, а то другое. Гена, я боюсь. Я боюсь, и я выработал такое правило. А он не боится. Там какой-то пришел, он говорит, что-то он ему говорил. Тот наточил электрод, и где-то часа в три ночи, наверное, пришел, и он ему открыл дверь. Он сразу, только, говорит, он как ударил его в горло сразу ему. А дальше повалил и перочинным ножиком отрезал голову. Гена, я теперь как бы с мертвым говорю, я же тебе говорил. Он отрезал голову, обошел вокруг престола в алтаре и бросил ее в голову. Ну и что? Я живой, тебя нет. Я очень осторожен, насколько возможно. Сейчас двое ко мне просятся, чтобы я их принял. Барнаульские. Из хороших людей, баптисты. Больше узнать. Моя вера ваша, вчера на меня один вышел, вера такая, героическая, молодому поколению передать. Конечно, я мог бы передать. Но зачем, когда в интернете можно? Вы двое придите, сядьте. Я вас не знаю. Но мы хотели лично, чтобы было. Нет, встреча отменяется. Если надо, значит, подойдете. Так зачем? Когда мы здесь говорим, свободно я отвечаю на все вопросы. Я не заинтересован в этой встрече. Вчера я поговорил, и вижу, как один пришел, а учится на врача. А другой, ну маленько я сказал, теперь врачей не приглашать, а, как говорили, волшебники в белых халатах. От них вся смерть идет по миру сейчас. Все эти вирусы, все это искусственно выработанное. Ну, а другой там где-то работает. Ну, 21-22 года, кажется, каждому. Нет, и все. Это мой дом. Мои правила. Жена, жена об этом, она за это ответит. Ответит. Она ночью где-то, надо вырваться. Я поставил правило без нового ведома, к дверям не подходить, калитка на улицу. Меня там как угодно обзывать, и на меня никак не влияет. Я заботюсь о ней, она ночью. Я иду встречать. Сказал, ходить только по улице, до центральной улицы, там проспект Ленина-то. А на другой стороне, а я один там ночью стою, жду, она придет. Она на этой улице ее подвезли и выехали, и меня не видели. А я стою там. А потом, да-ка, что ты стоял, да я не говорила. Перед Богом все. Я нос не показываю. У меня племянница жила. Она задерживается, в училище учится. А я иду встречать. А она в это время с парнем встречается. Он сажает ее, она доезжает, на этой остановке слазит. Я ничего не знаю. Но пошел в училище проверять. Говорит, она не учится уже. А и его жениха, мать, член нашей общины. И что у них жизнь заладилась? Дети народились. Сейчас не знаю сколько, трое, кажется. И разошлись. Разошлись. А она, я думала, у нее такие дяди. Вы воровали ее. Вы меня обманывали. Я ночью ходил на остановку, встречал ее. А она в это время любовалась там. И ты знала про это, мать. И что вы ждали после этого? Вы меня обманывали. Теперь она вас обманывает, а вы ее. Вот как дело обстоит. Это близкие мне люди. А я ходил, ходатайство, чтобы ее приняли. Чтобы во время спортивных занятий на портную училась. Чтобы можно было не в брюках быть, а в платье. Директор разрешил. Ничего нет. Пустое место. Все раздуло. Я не советую спорить. Я просто говорю. А оно, оказывается, не просто. А имеет последствия. Слово обладает силой воплощаться, как Григорий Ницкий говорил. Я вот ему сказал. Ничего лучше этому батюшке, скажи, вы не найдете нигде. Определенно еще. Откопать все верующие вокруг. Все. У тебя такая свобода будет здесь. Столько бесед будет. Встреч. Дети отдыхают. На солнце. Далеко город. Машины не ездят. Все, что надо для ребенка. Понимаете? Какие продукты у нас. Зелень всякую я там готовлю. Вот ему это все сказать. Да, ты можешь и не приехать. Можешь. Но ты проиграешь. По всем позициям проиграешь. Чтобы он это понял. Я если приглашаю, значит, у меня все уже подготовлено. Подготовлено, конечно, с момента, как я сам там буду. Я 10 июня заезжаю. Уже холода прошли. До 10 октября. Тоже знаешь. Вот такие, брат. Почему я боюсь? Боюсь буквально. В подлинном смысле боюсь. Этот страх положительный. Одобряется Богом. И так запирали ворота целые города. И никто не открывал. Никогда. Город. И тот запирался. Да, благодарю за хорошие советы. Думаю, они... Я от них не отступаю. Никогда. Нигде. У чужих людей ничего не брать. Ни пить, ни есть. Нигде. К нам на занятия вдруг пришла еврейка одна. И сует мне пирожки. Я гляжу на нее. Нормально, ненормально. Первый раз тебя вижу. Знаю, как вы меня ненавидите. И мне пирожки сует. Я не Гришка Распутин. В дом Ясупова не хожу. Уберите эти пирожки. Потом она стала к нам ходить. Я беру у кого что. Когда надежды нет. Там готовят. Один. От силы два человека. Они по очереди. И то уже с разрешения моего. И уже знают, что там, чтобы мясного не было. Ну, заботятся. Заботятся. Невозможно. Нынче я приехал сюда. Комнату зашел. Я же комнату не узнаю. В прошлом году шторки там. Ковры настелили. А сейчас сделали там широкое одеяло. Под одеяльники. Батюшка пока сейчас был. Приехал. Говорит. Зашел. Там у него все оттуда вытащили. Стол заказали. Там маленькая у него келейка. Вот. Койка стоит. И от койки до стены. Я не знаю. Сантиметров может быть 60. И там стол под размером. Как они затащили. Не знаю. Иконы. Книги. Батюшка говорит. Я чужой здесь. Народ просто. Старается чем-то показать свою любовь. Тут уж ничего не скажешь. Я вот. Там бывает в карманы что-то суют. Бывают орехи. Кедровые. Там еще что-то. Ну ладно. С Володей мы. Не откажемся. Народ любит. Почему я должен. Отказываться. Я отказываюсь. Но все равно. Рыбу там на воскресный день подготовят. Принесут. Никого не просил. Ничего. Но и. Благодарение Богу. Да. Заботится. Да. Заботится. Любовь. И. Любовь искренняя. Ну спасибо. Високий Дмитрий Дмитрий Дмитриевич. Все. Хорошо. А на сегодня. Благодарю. Абсолютно. Очень умитворен нашим ответом. Очень полезный. Ну вот выходи на него поскорее. Я думаю сейчас подождать немножко. Сейчас дня 3-4 еще. Ну ладно. Так теперь. Если где-то столкнешься с шахматом. Скажи. Приглашение его к нам. Без папирос. Остается в силе. Скажи. Игнатий за вас каждый день молится. И называет. Господи помилуй. Алексея блуждающего. Скажу вам прозвище. У него блуждающий. Вы делаете абсолютно не христианское дело. Стопроцентная гарантия. Чтобы молитвы написать. Ехать в Иерусалиме просчитать. Ну что тут. Тебе надо с собой заняться. Вот так ему мужи сказать. Отец Владимир Головин. Он все собирался. Он не поедет. Я так думаю. Он уже немощен. То ноги болят. Он всегда с нами. Если на него выйдешь где-то скажи. Дня не было. Чтобы я о нем не молился. И я с ним рядом. Я уж про других не говорю. Ну все. Хорошо. Я с вами рядом. С Богом. С Богом. Благодарю, что пришел. Мы сегодня молились за упокой матушки. О здравии батюшки и его деточек. Да.